Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Это видео будет очень коротенькое, мотивационное видео. Я расскажу о том, чего я добился за этот месяц и к чему я вообще стремлюсь, и к чему я двигаюсь в ближайшее время, ближайшие мои цели в плане тренировок. Если вы смотрели мое предыдущее видео, вы знаете, что впервые в жизни я сел на массу, то есть по-настоящему, прямо контролирую свои калории, с помощью приложения записывал видео на эту тему. И это дало конкретный и очень хороший результат. Я просто очень хорошо доволен. Если вы посмотрите мое видео предыдущее, после лета, это было записано прямо в последний день лета, в конце августа, то я там весил меньше 82 килограммов. Даже если округлим до 82, то сейчас мой вес уже был 85,1. Последний раз, когда вот это видео записывал для демонстрации своей формы. То есть 85,1 килограмм за один месяц, даже меньше, чем за месяц, я смог набрать больше, чем 3 килограмма. И как видите по моей форме, никакого жира я не набрал. То есть это все реально работает, это круто работает. Просто контролируя свои калории, вы можете решать, сколько вы хотите весить, сколько вы хотите много весить или мало. Вы контролируете целиком ваше телосложение. То есть это просто теперь вопрос, скажем так, это вопрос технический и времени, и вашего желания, каким вы хотите стать и на каком уровне хотите находиться. Смотрите, сейчас целый месяц я не обжирался особо, я просто добавил определенное время, определенные перекусы, которые вывели меня на нужный уровень калорийности. Это реально, это в моем случае было примерно пару пирожков с картошкой я добавил, серьезно. И может там еще какой-то энергетический батончик, или например орешки, чуть больше орешек, например, 100 грамм орешек в день, или пару яиц куриных. То есть я просто вышел на нужный уровень калорийности. К слову, я в прошлом видео записывал, что мне понадобилось где-то 3400-3600 калорий. Так вот, сейчас я уже проверив лучше на себе этот набор массы, и я все-таки вышел на 3800 калорий. То есть 3800 калорий в сутки, иногда это было даже 4000 калорий в сутки, привели меня к тому, что я набрал больше 3 килограмм за один месяц. То есть реально удалось конкретно добавить в массе. Просто чтобы вы понимали, по моим видосам сложно понять, я же рядом не стою с кем-то, вообще какой я, допустим, с чем меня сравнивают, ну не знаю, вы меня с дверью будете сравнивать? Ну вот я почти как дверь ростом, дверь 2 метра. Я носил раньше всегда одежду М-ку, между М-кой и между Л-кой. То есть это раньше, два года назад у меня был такой размер, у меня такого размера я был. Л-ка в принципе была моим довольно таким постоянным размером одежды, там рубашки, футболки, это Л-ка. Но иногда мне и М-ка подходила, то есть это что-то среднее было. Сейчас, ребята, у меня 100% уже XL-ка, потому что любая L-ка, когда я одеваю, она на мне сидит маленькая, она сидит так, как раньше на мне, не знаю, М-ки сидели. То есть сейчас это верх, это XL. Если штаны, допустим, я вот вчера купил себе штаны новые, опять мне пришлось купить штаны. То есть, ребята, в чем минус моих тренировок и моих программ, которые вам здесь рассказывают, они реально работают. И минус в том, что вам придется покупать новую одежду. Я вам гарантирую, что вы будете покупать новую одежду постоянно. И это по карману будет бить довольно заметно, потому что, блин, у меня просто жена помогает выбирать там какие-то штаны, я бы запарился уже, выбирая себе новую одежду. Только покупаешь, сразу идешь за новую, уже большего размера. Потому что я все недавно покупал L-ка, теперь у меня уже все XL-ка. Я все одеваю, оно все маленькое на меня. Штаны у меня сейчас 34-го размера штаны. Я купил они на меня в обтяжку, 34-го. Раньше было 32-го размера. То есть 32-го, там две цифры обычно на джинсах, длина и ширина. 32-го ширина, 32-го длина раньше было. То есть сейчас мне подходит 34-го уже ширина, я 34-го в обтяжку. А длина так же осталась, я же не стал выше, допустим. Но 34-32 в среднем длина моих джинс. Вот теперь 34-го и ширина моих джинс. И они в обтяжку сидят на мне. На мне одни штаны просто порвались вообще, джинсы порвались на мне. Я к тому, чтобы, я хочу вам дать, какую-то такую мотивацию дать. Ребята, натурально, возможно, становиться таким, каким вы хотите. Не нужно использовать что-то запрещенное. Садиться на какую-то фарму, садиться на непонятные препараты. Ребята, я убрал даже креатин у себя. Я решил сейчас вообще ничего не использовать. Если я раньше использовал креатин, сейчас я просто в моей новой программе тренировок, которую я использую, я на нее сейчас тестирую на себе. О ней я не смогу вам рассказать, пока я не протестирую хотя бы 2, 3, 4 месяца, полгода, если понадобится. Я позже вам о ней расскажу обязательно. Потому что получая сейчас образование свое, сертификат своего фитнес-тренера, и просто получая новые знания, я кое-что понял и решил тренироваться по новой методике. Сейчас я по ней и тренируюсь, и позже вам все это расскажу, каким образом. Только сейчас я начинаю входить в этот новый для себя цикл тренировок. И к чему я буду двигаться, я расскажу вам в этом видео. Так вот, смотрите, я убрал полностью креатин из своего рациона. У меня нет ни протеинов, ни геймеров. Короче, никакого спортпита я вообще не использую. И креатин я тоже убрал. Я не покупаю никаких аминокислот, вообще ничего. То есть я понимаю, все мои будущие рекомендователи, если когда-то они мне будут на канале, ну, наверное, я их всех только что отшил полностью. Потому что я не использую спортпит, и не вижу в нем смысла сейчас вообще никакого. На моем уровне тренировок это просто не нужно. Реально не нужно. Почему не использую креатин? Потому что креатин сдвигает ваши метки веса. Если, допустим, вы повышаете вес постоянно на тренировке, в какой-то момент вы начинаете принимать креатин, и веса вырастают. Но как только вы креатина перестаете использовать, они падают реально на пару килограмм, снижаются ваши результаты. Это все сбивает метки веса. То есть я сейчас тренируюсь по программе, которая на целый год у меня расписана. И если мне будут эти непонятные скачки с креатином, которые непонятно куда-то вес все время, то вверх, то вниз. То есть после курса креатина вы слабее становитесь. Это все, я пришел к тому, что это все-таки лишнее все. И оно просто мешает. Потому что все можно просто с помощью нормального калорийного питания, с профисцитом калорий добиваться результата, хороших результатов. Три килограмма за месяц. Я, скажем так, это не обязательно делать то же самое. Если вы просто поймете, почему я так сделал, может вы сами к этому когда-то придете, но я сейчас не использую даже креатин. К чему я двигаюсь сейчас дальше, ближайшая моя перспектива. В этом месяце я набрал массу, но нельзя набирать массу все время. Даже в течение этого месяца я не набирал каждый день массу. Иногда вес становился чуть меньше, а через несколько дней это уже было на килограмм больше. То есть я приходил в зал, например, было там 84,5. Потом встал, например, вес 84,1. А на следующую тренировку я пришел, у меня уже 85,1. То есть килограмм за 4 дня. Это вообще нормально. У меня с моим обменом веществ это реально. Я очень быстро могу худеть и очень быстро по сути набирать. То есть если ты эктоморф, ты должен понять, это не значит, что ты не можешь набрать вес. Нет, наоборот, ты скорее всего очень быстро можешь набрать вес. Из-за твоей скорости метаболизма, если ты просто сможешь есть столько много еды, чтобы ты поправляться начал, ты наоборот быстро наберешь этот вес. Ты можешь набирать там по 150 грамм в сутки вообще из-за своего ускоренного метаболизма. Ведь у тебя все быстрее происходит. Поэтому если ты эктоморф, то не думай, что ты не можешь набрать вес. Просто тебе нужно выйти на твой уровень калорийности. Возможно, это будет 4 тысячи калорий, может даже 4,5, может даже 5 тысяч калорий. Все индивидуально. Это нужно по себе искать, эту цифру. Вот у меня сейчас примерно на 3800 где-то вышел калорий, чтобы набирать массу. Так вот, в следующем месяце я планирую тренироваться не так сильно. То есть, это не будут тренировки отказные. Это будут тренировки, которые послабее будут, скажем так, для поддержания формы. Это определенная годовая периодизация у меня будет происходить. И в следующем месяце я не буду питаться с профицитом сильным калорий. То есть, моя задача сейчас удержать вес, который я набрал. 85 килограмм, там 85, и вот вы на этом видео видите, 85,300, но там у меня телефон в руках был. Телефон весит 200 грамм, то есть, минус там 85,1, да, у меня веса. Так вот, я хочу этот вес удержать, и мне нужно держать калорийность такую, чтобы вес просто не рос и не падал. Понимаете, да, о чем я говорю? Сколько будет калорийность, непонятно. Это я буду понимать уже по ходу этого месяца, следующего. Потому что я так раньше не считал никогда калории. Я удерживаю вес, ни в коем случае не набирая вес этот месяц. Просто удержать вес на одном уровне. И тренироваться я буду не тяжело, не до отказа, не отказные тренировки. Потом я повторю цикл набора веса снова. Потому что нельзя все время набирать вес, нельзя все время прогрессировать в тренировочных весах. Не нужно этого делать. Вы должны в целом периодизировать свои тренировки. Иногда тяжело тренироваться, иногда легче тренироваться. Иногда нужно питаться много, как я вот этот месяц. Иногда нужно питаться просто ровно столько, чтобы просто не худеть. Вот как-то в целом я вам описал свою стратегию нынешнюю. В двух словах вы уже уловили суть, над чем я работаю и как я строю свою тренировочную программу. Как именно, я не могу вам рассказать, ребята, потому что я все пропускаю через себя. Все, что я вам говорю, это моя собственная практика, мой личный опыт, который я через себя пропустил. Я уверенно вам могу говорить. Я уверен, что вы чувствуете по словам, что это пропущено через меня. Что это не просто высчитано где-то там на форумах или от каких-то блогеров услышал. Нет, я говорю то, что четко работает на мне. Нет, если вы на меня похожи, если вы моей комплекции, я в процентов 80-90 могу давать гарантии, что у вас оно скорее всего тоже на вас работает. Понимаете, о чем я говорю? Если вы на меня не похожи сильно комплекции, скорее всего на вас будут работать другие вещи. Не такие, которые на мне работают. Все, ребятки. Надеюсь, это видео как-то вас замотивировало, чтобы натурально тренироваться, а не использовать какие-то непонятные дряни, колоть в себя. Я не против тех, кто использует фармакологию, ни в коем случае. Мне просто, я не хочу этого использовать. Те, кто это использует, пусть используют. Я их не критикую. Я просто пропагандирую тренировки натуральные. И хочу показать, что натурально можно довольно достойных результатов получать. Это не те объемы, которые вы привыкли видеть на ютубе, когда там чуваки на фарме, ребята на фарме. Это не те объемы, но это тоже достойное уважение, потому что это все натурально. И натуральная форма, она с вами будет круглый год. Вот, да, еще хочу в двух словах вам донести, что эта форма, которую я вам показываю в своих видосах, вы уже просто можете посмотреть в разное время, примерно похожая форма. То есть, я не становлюсь жирным вообще никогда в году. У меня нет этапов, когда я жирный. Когда я просто жирел как-то и потом пытаюсь высушиться, это все, я этого всего не делаю. И круглый год я примерно в хорошей форме нахожусь. И это ли не круто, ребятушки? На это все способны только эктоморфы, ребята. В такой форме находиться. Поэтому я вас поздравляю, что вы эктоморфы, это круто, ребята. Все, удачи, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...